Мы все знаем, что совсем недавно в США закончилась предвыборная президентская кампания. Идут такие серьезные санкционные войны Европы с Россией. В том числе в прессе ощущается такой информационный накат на Владимира Владимировича Путина. Не считает ли Госдума необходимым разработать некий законопроект, который бы защищал честь и достоинство главы государства, президента Российской Федерации, в том числе включая механизмы его защиты на международной арене? Спасибо. Кстати, вы этот вопрос поднимаете. Думаю, что к такому... Наши представители средств массовой информации здесь присутствуют. К их небольшому удовольствию. Они считают, что такие законы не нужны. Но во всяком случае, когда с ними разговариваешь... А вы почему правы? Потому что весь международный опыт говорит о том, что такие законы не просто необходимы, они везде есть. В Германии есть закон, и он действует. И при этом там все нормы в этом плане приняты, которые защищают институт. Потому что президент, после того, как он избирается по итогам выборов, он возглавляет институт, институт президентства. И поэтому все институты, они защищены. Но так вот получилось, что в России этот вопрос, он законодательно не урегулирован. Нет законодательных решений, которые бы призваны были защищать этот институт. Вы правы, этот институт нужно защищать. Все страны защищают. Европейские страны, Соединенные Штаты Америки. Когда мы говорим, допустим, сфера интернета. Могу сказать, за 2016 год, не скажу, а допустим, 2015 год, просто смотрел. Интересно было. За высказывание в адрес Обамы, по-видимому, в 2015 году человека 4 получили серьезные сроки наказания, видя 2 года тюрьмы, 1,5 года тюрьмы, просто за высказывание в адрес президента. Наша страна в этом плане более демократична, открытая. Пишут, что хотят, говорят, что хотят, и это неотъемлемая часть нашей культуры уже сложилась вот таким вот образом. Но все это надо всегда сравнивать, как с рубежом. Вот кто-то из вас возьмет и выберет другую страну проживания, с нашими привычками вы там можете погореть. Поэтому исходить из того, что там такие законы есть, и какие бы умными вы не были, там на это не посмотрят, потому что там защищают эти институты и защищают очень серьезно. Но у нас этот вопрос на сегодняшний день в повестке не стоит, хотя, вы правильно говорите, его надо обсуждать. Потому что это вопрос в том числе безопасности наших институтов, институтов власти. А институт президентства – это центральный институт. Продолжение следует...